Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус. Это что, корова только что упала? Как-то это печально на самом деле. Сегодня мы в рамках рубрики Хоррор, которая уже долгое время находится, ну не то чтобы в забвении, просто мы давненько с вами не обращали внимания на маленькие инди-хорроры. Пора бы её возобновить. Как раз предоставилась удобная возможность на днях мне написал сам разработчик этой игры, представляющий компанию под названием Genome Games. Опять же, компания не как какая-то коммерческая организация, а просто компания людей, которые любят создавать инди-игры, да? В принципе, это их первый проект. Игра находится сейчас на Steam Greenlight, как вы можете видеть. И это версия, которой далеко ещё пока что даже до беты. Но тем не менее, она должна быть уже играбельная, и по словам разработчика, она страшная и очень сложная. Называется она All Pages The Five Books. Все страницы, пять книг. Поехали. Посмотрим на самом ли деле. Я нажал старт. Всё правильно. Так, Pre-Beta 11. Демо, Part 1. Это ещё на несколько частей будет подразделяться. Так, всё здорово. Ты отец... Чё? Надо собрать, короче, пять книг, чтобы убить ведьму. Многие существа, страхи, истории будут в финальном релизе доступны. Так. Кнопка Т включает QWERTY. Клавиатуру это вот так вот. Это первый запуск игры. Мышкой мы можем... Менять оружие. Используйте дробовик на демонических животных. И на других существах. Так, смотри-ка. Некоторые существа неостановимы. Я совсем не пойму, что с управлением у меня происходит. Я что-то неправильно сделал? Муха какая-то, господи. Бери растение, кнопка E, для того, чтобы полечиться. Ух ты, ё-моё, ты смотри, какая тварь. Найдите пять книг для того, чтобы иметь возможность убить ведьму. Короче, это будет очень странная и страшная игра. Хорошего вам приключения. Спасибо. Я тоже на это очень сильно рассчитываю. Так, что-то неправильно происходит сейчас. Я сам не понимаю. Что именно? Потому что я вперёд идти не могу. Я могу ходить только назад. Вообще, какое-то очень странное управление, по правде сказать. Мушка летает. Так, что не так? Погоди. Это что было? Ого! Это олень! Твою мать, они сейчас сюда вломятся все. Вы посмотрите, что там творится. Кто-то, твою мать, меня через стену убивает. Слушайте, как-то это жутко, капец. Уже страшно. Пиши. Я понимаю, что это немножечко смешно, но вот эти вот звуки. И демонические. Мне страшно, ребята. Слушайте меня, конечно. Вот что происходит? Мать твою! Да, вот это вот, конечно, пофиксить разработчику надо будет. Даже для беты возможность пробивать игрока сквозь стены мне не нравится, честно сказать. Но мне, тем не менее, было очень интересно посмотреть, что же такое представляет из себя эта инди-игра. Ну, несмотря на неказистость общую, мне очень нравится атмосфера. Посмотрите, как прикольно, а. Твою мать! Честно сказать, это было очень страшно. Только смотри, это был какой-то кровавый олень, а есть обычные олени. Наверное, обычных оленей... Так, птичек можно не убивать, судя по всему. Эм. Я не пойму, что происходит. Мне кажется, мы только что невидного оленя убили. Так, хорошо. Главное иметь обзор... Шарики какие-то. Ага, пополнили жизни себе. Как нам рассказывали? Здесь пума какая-то или волк? Тихо! Пошла в задницу, слушай, дорогуша. А помните, что говорили? Некоторые существа, их невозможно остановить. Где-то ребенок плачет. Господи, какой ужас, а. Короче, я так понимаю, игра будет представлять из себя что-то наподобие Слендера. По типу нам надо что-то найти, для того, чтобы мы... А вот это, наверное, и есть ведьма, да? Это и есть ведьма. Так, давай посмотрим, как долго нас хватает на спринт. По правде сказать, это на самом деле жутко. А что это за шарики такие, слушай? Далеко там что-то было. Хорошо, убиваем потихоньку зверей. Конечно, не самое приятное. Смотри, давай попробуем. Вон она, коровка. Смотри, коровка, она безопасная, мирная, да, коровка? Может нам... Что это было? Может быть, на всякий случай вообще всех животных убивать? Здесь, может, какой-то отравленный источник. Они бьют и превращаются в мутантов. Понятия не имею, но вы знаете, мне это нравится. Мне это действительно нравится. Игра, кстати, абсолютно не растиражирована. Поэтому я о ней не слышал и вряд ли бы услышал, если бы разработчик не объявился сам. Если кому-то будет интересно... Так, я же только... Молния, смотри. Если кому-то будет интересно, я оставлю ссылку в описании этого видео, где вы также сможете скачать эту пребета-версию. Я не знаю, на всякий случай убивать всех животных, мне кажется, это совершенно неправильно. Потому что... Они же животные. Еще у меня обзор очень хреновый, вы знаете. Мутанты, они очень сильно орут. Но вот кто меня ударил до этого, чисто говоря, так и не понимаю. Главное ориентироваться, запоминать, где было, а где не было. Потому что, видите... Локация все-таки немаленькая. Одного выстрела, в принципе, хватает для того, чтобы убить тварюку. Спросите вы меня, страшно ли тебе, Таурус? Я скажу, страшно. Я в прошлый раз не нажал кнопку Е, я понял. Что за оса? Окей, допустим. Надо экономить всякие лечилки, я так думаю. Сортирчик небольшой, да? Я бы в таком зоме жить не хотел, на самом деле. Так, оса. Но она, по крайней мере, меня не убивает. Слушайте, мне кажется, или я пришел в начало игры. Я же не мог сделать такой крюк, а? Боже мой. Я действительно пришел в начало игры. С ума с тобой, кстати. Давайте пойдем направо. Там мы точно никак не заблудимся. Вы же знаете мой топографический кретинизм, не правда ли? Поэтому, надеюсь. Простите. Той, ёр! Причем она в рандомных местах появляется, что самое хреновое. Это и есть ведьма. Так, погоди, мне показалось, что это мостик. Это просто телега какая-то. Я думаю, она же должна со временем исчезнуть, да? Полагаю, что должна. Ребенок еще рыдает какой-то. Овечки! Не самое лучшее место для того, чтобы... Гулять здесь и щипать травку. Это был олень. Сойдет за мной. Тихо, тихо, тихо. Успели, успели меня ударить. Я на самом деле плохо вижу, что происходит. Опять же, экран, блин, темный. Чуть себя сделал. Ну, она не помогает нифига. Это нужен новый монитор именно. Так, мне кажется, я сбежал от нее. Да твою мать! В последний момент вообще начала орать, сволочь. Я ее и не заметил даже. А вот теперь я чувствую, как начинает подбираться такая паника неприятная. На самом деле, я сам больше люблю хорроры, в которых тебе не дают в руки оружие. Так всегда страшнее. Думаю, вы со мной согласитесь. Но для разнообразия интересно поиграть и в что-нибудь эдакое. Твою посмотри, как она прыгает! Я вообще не успел отреагировать. Так, может мы где-то здесь книжку найдем, нет? Патронов, я думаю, нам должно хватить. Их очень много. Я думаю, когда выпустят полную версию, патронов будет все-таки поменьше. Извини меня, конечно, коровка. Я не знаю. На меня Гринпис жалобу подать, чтобы мой канал прикрыли нафиг. Я вот что думаю. Только что тут была лечилка, я ее уже не вижу. Может они появляются и исчезают рандомно, как и животные? Да, только что была и только что исчезла. Я понял. Сказать честно, я ни черта не вижу. Вот так вот. Прости. Слушайте, может не надо убивать мирных, а? Что с тобой, коровка? Я тебе помогу, но только... Может быть, именно так? Сатана их и забирает к себе. Честно сказать, я вообще потерялся, честно. Плохо вижу. Что к чему. Я не знаю, как оно будет на ютубе вам показываться. Тихо. Вижу. Да твою же дивизию. Все, погнали сюда. Будем надеяться, что тут тоже новое место, где я еще не был. Пойти тогда лечилки бесконечные, нет? Как вероятно, его... Ого! Шибанула молнией. Может, какая-то обезумевшая мать... Вернее, дух обезумевшей матери за нами гоняется. Ох ты, е-мое. Да откуда вы беретесь? Я вас вообще не вижу. Колокольня у нас здесь где-то. Ты мирная? Ты-то может быть и мирная. Но не все зависит от нас с тобой. Козочка. О, господи. Слушайте, я не ожидал, что игра вот настолько большая. Я не знаю, буду ли я ее проходить полностью. Потому что понятно, что проект еще сырой. Вполне возможно, я продолжу следить развитие... Этой игры. И как только выйдет полная версия... Я попробую пройти ее полностью. Мне кажется, или я сейчас сам себя в тупик заведу? По-моему, я себя в тупик веду. Бежим нахрен. Но, по крайней мере, исчезла, да? По крайней мере, эта ведьма... Она не наносит фатальный урон. Насколько... Ага! Конечно, мать его! Прелесть-то какая! Но лечилки на каждом шагу, в принципе, есть. Давайте наверх подниматься. Просто на самом деле, я думал, что когда игра находится на стадии пре-альфы... Там будет очень мало пока что чего работать. А вы знаете, что я понял? Вот эти шарики, они дотрагиваются до мирных животных... И превращают их в мутантов. Мне так кажется. Тут еще за нами гонится ведьма. Прекрасно. Изумительно просто. Фонарик. Ох, как темно. Ох, как неприветливо. Слушай. Городок настоящий, ты посмотри. Проблема в том, что я до сих пор ни одной книги не нашел. Но вполне возможно, хотя бы одну надо. Но запись заканчивать не найдя ничего. Прямо по городам гуляет. Нечто неприятное. Знаете, что мне это напоминает, друзья? Nightmare Creatures. Игра такая была на PlayStation. Хоррор. Там тоже вот такие вот были городки. Знаете, атмосфера очень похожа. Блин, мне жалко животных и то, что с ними происходит. Совершенно меня не радует. Так, вот это, мне кажется, должно разбиваться, нет? Потому что текстурка поплыла только что. В Nightmare Creatures очень похожие были дома по стилистике. Но на самом деле это напоминает, опять же, какую-то викторианскую ангрию, что ли. Смотри, что это? Что это было вообще за нафиг? На ровном месте меня только что что-то атаковало. Сейчас, погоди-ка. Может быть, тут вот что-то есть? Нельзя пропускать места интересные. Понятно? Конечно, есть, мать твою. Конечно же, есть. Здесь у нас, короче, фонтан из крови. Самое прекрасное место в мире. Да просто это что-то, блин, бродит, ходит. Что я могу сделать? В часовню не могу зайти, не могу. Надо от нее делаться, только тогда я смогу опять туда вернуться. Ты ешь, блин, кот. Если она сейчас за мной поднимется, это будет совсем не круто. Или, может, она вместе с мылнией уходит. Эм... Вот я сюда поднялся, но что дальше? Неужели это все правда имело смысл? Как-то это странно. Это что за нахрен вообще было? Мамочка, я хочу поиграть. Мамочка такая... Мамочка такая... Твою мать, если честно, поверьте, не поверите, у меня сейчас такие мураки по коже прошли. От того, что я сейчас услышал. Где страница, мать его? Короче, что я говорил? Я ожидал, что в игре не будет настолько больших локаций. Я, кстати, так и не понял, авторы игры из какой страны, но это явно не английский. Смотри, книга. Тедди, Мишка и Психо. Твою мать! Да что там происходит вообще? Это скримеры, но, знаете, скримеры настолько натуральные и естественные, что они не бесят, как скримеры, знаете? А по-настоящему интересно становится. Ну, я так полагаю, я так полагаю... О, Господи. Я даже не знаю, что я хотел сказать, честно. Тут ничего. Чем больше мы найдем книг, тем больше на нас будут всякие бабайки выпрыгивать. Это была коза, кстати, вы знаете? Ох ты, ёп! Нахрен, бежим отсюда! Миш, не-ха-ха! Там и ведьма уже! А вы знаете, что это был Тедди Мишка, про которого только что нам сказали? И еще Псайхо какой-то, Псих. Какой-то Псих, я не знаю, я сам в Психа скоро превращусь. А вы знаете, эта игра по-настоящему страшная. Она очень странная, да? На тебя какие-то животные... Что-то происходит постоянно, плотность событий очень большая. Это очень необычная игра, и на самом деле... Кроме хороших слов, разработчику ничего сказать не могу. Понятно, что вот такие вот есть баги, да? Понятно, что игра очень пока сильно... Кривая! Ну и разумеется, движок, это Юнити, насколько я понял. Могло быть все, конечно, покрасивше. Но я, опять же, не из тех людей, которые придираются к графике. В это можно и нужно играть, поэтому... Посмотрим, знаете, если вы будете сильно за, то я могу попробовать пройти эту игру, на самом деле. От начала до конца. Но, наверное, лучше подождать все-таки что-то там интересное. Лучше все-таки подождать полной версии. Не знаю, еще сюда хочу подняться. Не исключено, что в городе еще что-то можно было найти. Правда ведь? Бляха-муха. Дай мне свою кровь, говорит Мишка. А не пошел бы ты? Наверное, знаете что? В каждой книжке... Будут какие-то новые монстры, которые будут нас преследовать. Скорее всего, знаете что? Это локация, которая нам откроется в других версиях. Более полных. Я могу, конечно, ошибаться, но вполне возможно, что это именно так. Как какой-то энергетический шар, что ли. Медведь, я, конечно, испугался конкретно так. Твою, мать, опять. Коза. Какие-то новые звуки. И неизвестно, что с ними делать. Боятся их или что? Да. Совсем не по себе себя чувствую. Не по себе себя чувствую, но все понятно. Начинаю заговариваться, это уже что-то дозначит. Так, ну на самом деле, я уже даже не знаю, куда идти, но, по крайней мере, здесь легко выживать. Может быть, потом станет посложнее? Ты посмотри на него. Больной вообще медведь. Ненормальный. Конченый. Так, мы теперь на какую-то гору, что ли, поднялись? И я, конечно, проваливаюсь под текстуры. О! Разработчик оказался настолько добрым, что позволил бета-тестерам не начинать сначала. Господи. Я слышу голоса в своей голове. Говорит он. Они что-то... Они говорят мне сделать это, я ничего не понял. Где, где, где? О, Господи. Да что опять с тобой не так, а? На ровном месте. Для инди-игры, для инди-хоррора, это хорошо. Потому что мы с вами... Смотри, и те, кто рядом, кстати, тоже взрываются. Мы с вами уже играли в инди-хорроры, которые были порядком хуже. Господи. Тот же The Garden там. Ты знаешь, я тебя проигнорирую, пожалуй. Ты, конечно, можешь за мной следить. Гнаться туда-сюда, но... Тебе это не поможет. Потому что я скоро... Потому что я скоро ливну. Ха-ха-ха-ха. Но страшно. Вы знаете, со своей главной задачей эта игра справляется. О! Боже мой. Боже мой. Она сейчас вообще так беззвучно была. Она обычно гораздо быстрее. Она медленнее. Она обычно медленнее. Серьезно. О, я-я-я-я. Я застрял. Я немножечко застрял. Вот нормально. За это прощают... Защищают людей иногда. Не всех, конечно. Но меня-то можно. Сложную игру не назовешь. Да. Но страшно. Напряженно так, знаете. Мне-то напоминает, знаете, какую игру? Я уже, честно говоря, забыл. По-моему, от какого-то французского разработчика. Хоррор-пародийный был. Юмористический такой. Боже мой. Я его тоже для вас записывал. Вы помните. И там вот очень похожи были локации. Причем абсолютно разные. Там... Там были... И дома. Там были леса. Там были поля. Вот полностью разнообразие большой локаций. Вот что-то вроде такого и здесь похоже, да? Но локация большая. Это уже круто. Она, конечно, будет допиливаться. Много чего будет меняться. К финальному релизу мы, может быть, вообще не узнаем эту игру. Но! Ленивые жопы разработчики... ...порой стараются нам подсунуть под видом... Ох ты, господи! Мишка. Под видом альфа и бета-версии. Абсолютный ширпотворный. Который... Который играть... Невозможно. По одной простой причине. Там очень мало всего. Здесь же уже практически готовая игра. Мы можем искать страницы. Мы можем заканчивать игру и убивать ведьму. Причем я так полагаю, что с каждой новой страницей нам будет... ...все сложнее и сложнее. И тызвель, да? С каждой новой страницей будет все больше монстров на нас нападать. Все больше скримеров. Вот, наверное... Вот мы взяли... Что мы взяли? Это была книжка про Мишку Тедди? Или же просто он появился? Ну, как бы там ни было, с каждой новой страницей будет все сложнее. Да пошли вы! Вот. Михаил. Я уже знаю все ваши трюки. Вы мне уже не страшны. Оу! Да. Теперь это не столько страшно, сколько, вот знаете, напряжение такое. Напряжение нешуточное. Вот. И сейчас я буду, наверное, заканчивать. Потому что, опять же, я не ожидал, что... ...игра будет вот такой вот большой и длинной, да? Мы вот за все время... ...я понятно, что я сейчас очень невнимательно бегаю. Давайте хотя бы вот какой-то городок. Прямо в тумане. Сейчас сюда забежим. Пожалуй, на этом будем заканчивать. Вот. Просто не ожидал. Но для обзора я думаю... Е-е-е-е. И Мишка тут, я вижу. Слушай, это тюрьма. Самая настоящая тюрьма здесь была. Окей. Просто сами понимаете... ...и я, и многие другие люди... ...недолюбливают... ...пародии на... ...слендера. О, господи. Какой же ты шустрый. Их уже по двое ходят, слушайте. Их уже ходят по двое. Слушай, они вообще на капу шагут. Посмотри, как их дофига здесь, а? Вот. Но здесь эту идею... ...отыграли абсолютно по-новому. Господи, я уже мирных боюсь. И это интересно. Это правда интересно. Господи, пошли вы в задницу. Здесь настоящий лабиринт. Наверное, этот звук обозначает, когда рядом Мишка, да? Но прости, Мишка, сегодня я с тобой не дружу. Я слишком... ...взрослый для того, чтобы играть с тобой. Я так думаю, здесь тоже можно найти какую-то книгу. Потому что вот такие вот все ключевые... Да откуда вы беретесь? Я вообще не видел. Не слышал, не видел. Вообще ничего. Я на самом деле уже даже забыл, куда идти. И откуда я пришел. Нафиг пошла, я тебе сказал. Будет она на меня накидываться здесь. Да сейчас. Проблема в том, что я в тупике, конечно. Но это бывает. Ага, Са! Ты мне мешаешь. Капец, она меня заблокировать хотела. Я так полагаю, что это есть... Боже мой! Что это есть ведьма. Простите, вы меня пугаете все. Поэтому я буду всех убивать. Мишка! Я б тебя попросил. О, господи. Ну, мурахи, друзья, идут. Идут, продолжают. Это что у нас? Да все тоже, по сути. Ну, короче. Я ничего здесь полезного не нашел, к сожалению. Я просто, правда, уже не помню, куда мне надо идти. И, может быть, даже патронов может не хватить, а? В итоге. Да ладно! Михаил? Не, короче, скорее всего, уже просто брожу кругами. Все в порядке с вами? Вы добрые, да? Похоже, что вы действительно добрые. Я сейчас уже никуда не приду, скорее всего. Смотри, пришел. Всадники апокалипсиса! Вот такие они детские книжки. Хотя, в принципе, никто не говорил, что это книжки для детей. И, судя по всему, за нами сейчас будут гнаться всадники. Да? Теперь бы отсюда еще выйти как-то. Мне бы просто посмотреть, это правда или нет. Потому что, если правда, и сложность будет возрастать вот именно так, это будет очень круто и интересно. Я снова застрял в этом лабиринте. Да. По-моему, она вообще какая-то больная. Врезалась в стену и пошла себе дальше. Ну ладно, че. Всадники апокалипсиса, говорят они. Я не помню, куда идти, чтобы выйти отсюда. Я хотел глянуть на всадников. Тихо, 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 тихо. Слушайте, это новый, по-моему. Нет? О, ты посмотри, че творится! Что происходит? Ха-ха! А я говорил, что игра легкая. У меня же 20% жизни осталось. Вы это видели вообще? Дадишь меня завалить сейчас просто. Ну вот как-то так. Вот почему писали, что игра сложная. Ну что, друзья. Вот они. All Pages. The Five Books. Если вам игра понравится, вы можете всегда поддержать разработчиков в Steam Greenlight. Потому что, видите, это не просто инди-хоррор, сделанный от балды, потому что было скучно. Разработчики вложили душу. Понятно, что умения им не хватает. Выглядит это все неказисто. Работает это все неказисто. Но при этом очень интересная идея, очень интересна ее реализация, да? Поэтому, надеюсь, вам было интересно, друзья. Ссылка на скачку в описании. Ну а мы с вами увидимся в других видео. Все. Нас ждет еще много интересного. Ах, да. И если игра, наконец-то, успешно доберется до своей полной версии, вполне возможно, мы ее даже и пройдем с вами. Если вам интересно.